Проект обустройства Украины российской границы Европейский вал, более известный как Стена, обрел второе дыхание. В Верховной Раде депутаты от Народного фронта выступили с требованием финансировать программу за счет денег, возвращенных со счетов Януковича. Цена вопроса 500 миллионов гривен. Ну пока что из почти 3000 километров границы, подлежащих обустройству, можно говорить о выполнении лишь небольшой части. Это почти 300 километров противотанковых рвов, полторы и сотни ракадных дорог и 80 километров проволочного заграждения. В 2015-м на реализацию проекта выделили 400 миллионов гривен. Ну а потом финансирование урезали. В текущем году из обещанных 200 миллионов фактически дали лишь 30. Ну а Стена необходима. Об этом говорят и у нас, и за границей. Государства-члены НАТО, Латвия и Литва, уже начали строить по примеру Украины собственные комплексы на рубежах с Россией. Защитит ли наша Стена от нелегалов, контрабанды и военного вторжения? Андрей Кузаков выяснил прямо на границе. Харьковская область. Граница Украины с Россией. Ров, вал, контрольно-следовая полоса, забор. Вдоль дороги движется патруль. Этот участок обустроен в рамках проекта «Стена» или «Европейский вал». Название «Разная задача одна» – обезопасить кордон с Россией. Для чего это нужно? Вспомним 2014 год. Российские наемники вторгаются на Донбасс. Прорываем украинскую границу. Дмитрий снарядом патрулирует отрезок, где нет инженерных сооружений. Ловят контрабандистов и нелегалов. В зоне ответственности десятки километров. Звычайно, порушникам много чего сыграет на руку. Так как и местность, и непосредственно самая линия государственного кордона практически без каких инженерных заоружений. Сейчас мы движемся вдоль государственной границы с Россией, где нет оборудования, вала, рва, колючей проволоки и стены камер наблюдения. И пограничникам приходится контролировать этот участок границы при помощи мотоциклов. Здравствуйте. И сколько километров так вы сзади накатываете? Сзади накатывается приблизительно до 100 километров. Иногда может проскочить не только мышь. Для понимания, как выглядит необустроенный участок границы между Украиной и Россией. Контрольно-следовая полоса и лесопосадка. Перебежал, и ты либо на этой стороне, либо на той. Могут поймать, а могут и не поймать. В казачьей лопани, от которой до федерации рукой подать, рассказывают о приключениях местных жителей. Один, говорит, рассказывал, в России каменщиком работают, а я, говорит, без паспорта через лес и пошел. О контрабандистах вообще легенды ходят. Туда-сюда так вот, да. Туда-сюда мясо возили, там же быков живым весом, там, стадами перегоняли, уже все. Серьезно? Да, ну вот там же мясо дорогое. И туда-сюда так, сейчас уже все. То есть прям уже в емке перегоняли? Да, табуном раз туда, там лошадей, коров, быков туда. Этот парень также нелегально перешел границу. Он даже не подозревал, чем для него это обернется. По просьбе своего друга я незаконно пересек границу, принося ему, якобы, ему дома забытые документы. После чего был задержан сотрудником ФСБ. Иван даже не подозревал, что его нелегальный переход – это элемент вербовки. А друг – агент российских спецслужб. После того задержания от меня они задержали, обвинили в шпионажик. Они меня, ну, там сильно избивали. Потом посадили меня на 12 суток. Приехали репортеры, приехали ФСБ. Парню предложили либо сотрудничать с ФСБ, либо сесть в тюрьму на 12 лет, как украинскому шпиону. Вы чем-то интересны российской стороне? В плане, наверное, того, что я живу на границе, там много чего знают. Задача украинских пограничников – задерживать нелегалов, контрабандистов и диверсантов. В этом и должен помочь проект «Стена». А вот так выглядит обустроенный участок границы. Здесь нет необходимости в патрулях на мотоциклах. Если нарушитель переходит линию разграничения, его сразу же фокусирует специальное оборудование. Информация о нарушителе передается на пункт управления подразделения. Сейчас у нас есть возможность поговорить с начальником этого подразделения. Здравствуйте. Расскажите, как все работает здесь? Деланка в отделу складает 17,5 километров, яка 100% полностью спостерегается, мониторится целодобово за рахунок видеоспостережения, которое установлено на государственном округе. Закрыть границу на замок – это задача Эдуарда Маркова. Он объясняет, что так называемая «стена» – это не просто металлическая сетка и колючая проволока ЕГАЗа. Это целый комплекс систем фиксации, обнаружения и обороны. Основным ноу-хау в разбудовании государственного кордона – это система интеллектуальной охраны государственного кордона. Это установление вешения с автономными джерелами живления и бездротовая передача данных до центра управления. Вернемся к пункту управления. Кроме этого, уже протянут сейсмокабель. Это стовпчик, который показывает место находения сейсмокабеля, который способен фиксировать вибрацию, которая идет от обороны государственного кордона. Если бы я переходил вот этот тролл, то что бы наступал здесь, то уже бы как бы зафиксировал, что я здесь... Так, информация передается на центр управления службой, и старший СМИ не принимает решение про высылку прикордонного наряда, группы реагирования. Жовта линя – это как раз идет сейсмокабель, который установлен на государственном кордоне. Если проходить спрацювание или порушение государственного кордона на любом направлении диланки ответственности, будет загораться сектор, в котором пройшло спрацювание. И снова 2014-й. Пункт пропуска Должанский в Донецкой области. Украинских пограничников обстреливает вражеская артиллерия. Идут выстрелы. Вы слышите, что они идут слева направо, то есть со стороны России в глубь Украины. Вот. Расшелестел снаряд, слышно. И вот разрыв. То есть там выстрел. Нашим часовым даже спрятаться было некуда. Ранее таких спорудов... Нет. Жодный пункт пропуска на российско-украинской делянции взагал не был обладнан оборонными спорудами на украинско-российской делянции. Это опыт, который нас заставил подчас избройной агрессии. Сейчас граница с Российской Федерацией напоминает линию обороны. Подчас облаштывания пункта пропуска была предбачена оборонная система, которая включает в себя входы с получения, блиндажи для укрытия особого склада, что позволяет вести круговую оборону в самого пункта пропуска. Предбачены огневые позиции для стрелецкой оружия. Самое время напомнить, как российские наемники вторгались на Донбасс. Прорываем украинскую границу. Если бы подобные системы были в 2014-м, это бы серьезно помогло. РОВ, к примеру, бронетехнику остановить бы не смог, но позволил бы выиграть время. Сбиршивается час для наших грозилев, для раскартания, для придачи информации. А вот и вышки, пристально следящие за границей. И при этом почти без вмешательства человека. Автономность жилы не дозволяет до трех суток. Так, мы бачим, что спрацевала охрана сигнализация. В разе спробы проникнення на вышку осіб, которые не имеют прикордонниками, сигнал передается на центр управления службой. А старшие изменения принимают меры для реагирования. Затримания або высылки сюда прикордонных нарядов. Вышка обладана автономным жилынем. Это солнечные панели, электрогенератор и бензогенератор. Свою стену с федерацией возводят не только в Украине. Вначале этим занялись в Латвии, теперь и в Литве. На границе с Калининградской областью высота металлического забора 2 метра, протяженность почти 45 километров. В России проект сразу назвали русофобским. За два года в Харьковской области построили 80% так называемого евровала. Началось строительство в Сумской и Луганской, но на все нужны деньги. На данный час, за 2015-2016 годы, на рахунки Державной прикордонной службы, надеюсь, шло лише 600 миллионов гривен. В 2017 году станом на сегодня, надеюсь, шло лише 50 миллионов гривен. Хотя изначально на проект планировали выделить больше 3 миллиардов гривен. Почему ее не построили сразу в 2014 году? Потому что нужна стена, нужно топливо, нужна солярка для танков, нужны оружия, нужна зарплата солдатам, нужна зарплата сотрудникам МВД. То есть на все денег не хватало. Поэтому выкручивались и скалили из того, что важнее. В первую очередь важно было построить армию. Сейчас армия есть, строим стену. Полмиллиарда гривен депутаты хотят взять из средств конфискованных у соратников Януковича. Об этом заявил первый заместитель головы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук. Поверяясь в минуле, в 2014 год, мы видим, что решение начать облаштование кордона премьер-министра Украины Яценюка было правильным. Те деньги, которые уже были выделены, они вытрачены не даром. Мы видим высокую интеллектуальную систему побудования инженерной споруды в качестве нашего государственного кордона. Подготовлено около 200 километров границы, а деньги нужны на укрепление более 2000 километров. Участок, который патрулирует Дмитрий, тоже начали обустраивать. Там не случаются через то, что это серьезные перешкоды, как для порушников. Это их очень много времени будет для того, чтобы их подолать, або как-то демонтировать и тому подобное. Это практически невозможно, чтобы сделать непоминчивое. Житель казачьей Лопани Роман недавно встретил знакомого, который пересекал границу без паспорта. Сейчас смотрю, стоит. Говорю, что ты стоишь? Все, лавочка закрыта. А вчера в Харьковской области открывали очередной пограничный пункт на границе с Россией. Присутствовавший там министр внутренних дел Арсен Аваков уверил, строительство Харьковской части Европейского вала в этом году должны закончить. Обещал на это еще 500 миллионов гривен. На очереди Луганская и Сумская. Принимавший объект секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал новый порядок на границе с Россией. Все. Закончились часы, когда они могли тут гулять. Пока уряд вызначается с введением визового режима, забезпечить пропуск по биометричным паспортам и при перетинании будь-якого россиянина отбирать у него идентификационные ознаки. И добавил, что пограничники уже готовят новую систему проверки. Андрей Кузаков, Анатолий Ворон, Виталий Литвин. События недели.